Девушки отдыхают Бегу, бегу, долго бегу. Марафон, потому что... Я к операции готов. Скальпель. Он принимает решение мгновенно. Для него... Нет, я подумаю, я отвечу вам завтра. Вот этот вот ген, мой моложавый. У меня и бабушка, слава богу, выглядит не на 84. И папа, и мне кажется, что это вот откуда-то оттуда идет. Он производит впечатление удачливого и счастливого человека. Привет, Владимир! Успешная карьера, цветущий вид, крепкая семья. Он очень хороший муж, он отец, он такой хозяин в доме, но при этом он романтик. Народ, смотрите, как надо понимать, а любить друг друга. Как 30 лет мы, как мы тут занимаемся. Но так ли все гармонично в жизни знаменитого актера на самом деле? Сейчас – да. Но так было далеко не всегда. Многое в его жизни через край и на грани. И этот путь преодоления достоин овации. Харатьян – максималист. Борьба за любовь, борьба за признание, борьба с самим собой и даже борьба за жизнь. Все это знакомо ему не понаслышке. Непонятно вообще, как человек смог выжить во всей этой катавасе. Мы внешне выглядим такие, знаете, светлые такие, блондины такие, улыбающиеся. У нас много было тяжелых моментов. Как, нервишки-то не шалят? Нет! Смотри, вот, 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 она сама живет, вообще, полный порядок. Вообще, не реагирует ни на шею, это нормально. Потому и не реагирует, что 30 лет живем. 30 лет бок о бок. Много это или мало? Те, кто хорошо знают Марину и Диму, признают, что они похожи, как две капли воды. Быть может, поэтому много нового и откровенного о Дмитрии вы услышите из уст его второй половины. С годами вот мы настолько уже, как бы, вдруг-вдруг, как говорится, вросли, вот уже как одно целое. И у нас и манеры одинаковые, и говорим, мы уже как-то похожи. Есть такое понятие – кармическая связь. Это, судя по всему, про них. Когда Дмитрий и Марина были знакомы всего пару месяцев, и чувства их только зарождались, Дмитрий принял решение креститься и попросил ее, еще мало знакомого человека, пойти с ним в храм. Весь обряд крещения Марина держала в руках его нательный крестик. Чего я держала этот крестик? Почему я в этот момент была? Почему он вот именно мне в руки его дал? Вот понимаешь, вот у меня ощущение, это уже, это я потом, через много-много лет вдруг это как-то так сопоставила. Вот как бы мы ни ругались, чего бы ни происходило в жизни, Все равно у нас все налаживается, все равно мы возвращаемся к нашим, как говорится, истокам отношений. То есть я не отпускаю вот этот человек, вот понимаете? В какой-то момент Харатьян поразил всех откровенным признанием. На его пути, через огонь, воду и медные трубы, самым страшным испытанием стала огненная вода, то есть алкоголь. Я говорю, господин, ну что ж ты на все время об этом говоришь? Ну уже все, уже все это все знают, мы уже все это прошли. Чего ты обязательно в интервью должен опять об этом говорить, тебя спрашивают? Говорят, ты пойми, артист, это как учитель. Вот для некоторых я пример. Если вдруг один человек на миллион, послушав меня, задумается и бросит, Все, это считай, что я сделал доброе дело, я ему помог. За эту откровенность Дмитрия действительно стали уважать и любить еще больше прежнего. Любить за смелость, характер, благородство. И пример того непростого пути, который он преодолевает сейчас, и который начался еще в юности. Когда роняет капли первый дождь. Бремя всесоюзной славы он почувствовал еще в 16 лет. Я помню, как сейчас, 10 января 1977 года, вышел фильм на экраны нашей страны. Я там любил девочку, Лену Романову, даже сейчас помню. И она мне не отвечала взаимностью. Потом вышел фильм, и она мне начала писать письма. И тут я понял, жизнь до и после, понимаете? Когда Владимир Меньшов увидел Харатьяна, сразу понял, вот он, главный герой. Я рискнул дать объявление в газету, чтобы пришли на конкурс. Просто с улицы люди. К счастью, мне повезло. Редкие кадры из домашнего архива Дмитрия. Такими они были, мальчишки середины 70-х. И я смотрел, как потом материал на экране. Молодцы. Диме Харатьяну тогда невероятно повезло. Первая роль в кино – главное. Первый режиссер – сам Владимир Меньшов. Он как бы заложил в нем матрицу. Что такое хорошо, что такое плохо в его профессии. Это очень важно. Будешь убеждать искусство? А ты откуда знаешь? Квартира Демина была 34-я. Выходишь, а у него на ковре лежат письма. У него каждый день было огромное количество писем. Я не знаю, читал он все или нет, но то, что он не выбрасывал, как-то складывал их, это точно, это я видел. После премьеры мальчишка с гитарой проснулся знаменитым. Но явно не был к этому готов. Впрочем, как и вся его семья. Я три раза меняла номер телефона, потому что звонили и днем, и ночью. Жизни не было вообще никакой. А я к этому не привыкшая, я же у нас нет артистов-то. Мы все технари в семье. И думаю, господи, да что же это за жизнь такая, что вот ни днем, ни ночью покоя нет. Но самое страшное, что вместе с популярностью в жизни Димы иногда стало появляться и вино. Но как-то незаметно он привык к этому состоянию мнимой легкости и раскрепощенности, которых ему так не хватало. Милые родители, выпить не хотите ли? Заниженная самооценка. Я потому что сразу понимал, что это не про меня и все. Это не я, это я. Я-то знал, что я ничего не играл. Я-то знал, что я не Игорь Грушко. Я-то знал, что я не сочинял этих песен. И даже их не пел в этом фильме. Я рот открывал. Вот это совесть. Вот это мне стыдно было. А они ко мне как к нему. Я понял, это не ко мне. На него обрушилась очень ранняя слава. И это опасно. Крайне опасно для психики человеческой. Шквал эмоций от популярности и нового статуса, помноженный на юношеский максимализм. Вот что происходило тогда с Димой. Но даже самые близкие понимали это с трудом. Это было такое раздвоение. Жизнь и роль, реальность и кино. И с одной стороны, надо было соответствовать образу. С другой, быть собой. А это сложно. Особенно, когда тебе всего 16. После выхода розыгрыша на экраны, когда я позвонил, взяла трубку мать, я попросил, говорю, Дима, попроси к телефону. Она говорит, его нету. Я говорю, а где он? Она говорит, не знаю. Как я не говорю, не знаю. Он ушел из дома. Он пропал. Его искала вся школа, весь микрорайон. Мы тогда все стояли на ушах. Часть искала, а часть прятала его. Нужную поддержку Дима всегда находил у друзей. Дружба – это то, что и тогда, и сейчас Харатьян очень ценит. Юлька, хочешь замуж? Замуж? Не, не хочу. А детей? Хочу. Пятерых. Параллельно с розыгрышем Меньшова на экраны вышел фильм Динары Асановой «Ключ без правопередачи». Главную роль в нем сыграла Марина Левтова. Марина очень многое значила в жизни. Это его юность, это была дружба очень крепкая, очень верная, очень трогательная. Вот они были очень близки. Они познакомились на кинопробах фильма «Фотографии на стене». Их детская дружба не переросла во что-то большее. Но Марина была особенным человеком для Дмитрия. Марина Левтова, она в нашей компании, она была таким, ну, моторчиком-организатором. И она постоянно вот всю нашу компанию заставляла как-то собираться, что-то делать. Делать какие-то вечеринки, капустники, еще что-то, клуб кино. Если бы у меня была такая возможность, я бы, наверное, сказала человечеству, что давайте жить по-доброму. Марина уже снялась «Ключ без правопередачи», Дима в розыгрыше. И они еще спорили между собой, ну, чей фильм, ну, как бы, так сказать, ну, не то чтобы интереснее, а вскрывает больше проблем. Вот что-то такое, у них был какой-то спор. Их роднило желание быстрее жить, работать, делать больше. Как и Дима, Марина не могла жить медленно. Она играла в жизни Дмитрия важную роль. Ее трагический уход станет для него толчком к полной переоценке ценностей. Но об этом пока никто не знает. Ого! Ничего себе, как красиво! Мне тут нравится, ребята! Вспомним молодость! Спи, блядь! Рок-ин-дрол! Об этом тайном месте знают только свои. Маленькую студию основал в своем доме школьный друг Дмитрия Харатьяна, Алексей Малинин. Мы репетировали, иногда у меня дома, иногда у него. И в школе, конечно, когда это удавалось, когда нас пускали в актовый зал. Их мальчишеская дружба началась с музыки. Тогда они были просто парнями с гитарами. И тогда и сегодня они банда. В этот вечер, как и много лет назад, их ансамбль снова вместе. Они репетируют выступления к 55-летию родной школы. Мне тут папа недавно сказал, знаешь, Дима, я пользуюсь большим успехом у женщин. 84 года, я сказал. Это как бы по секрету. Я говорю, папа, я понимаю, в кого я понимаю. Откуда что растет гены. Так получилось, что родители Димы развелись, когда он пошел в первый класс. Инициатором расставания была мама. И хотя отец всегда был готов подставить плечо, раскол в семье маленький Дима воспринял болезненно. Ну как, это надо было пережить просто. Ну вот эта данность, которая произошла, когда мне было 8 лет, я был первоклассником. Они разошлись, они мне все объяснили. Я все понял. Сейчас Харатьян говорит о расставании родителей спокойно. Но тогда... Нет, родителей он не осуждал. Но душа разрывалась на части. Дима имел возможность ко мне каждый день приходить. Правда, были периоды, когда его мама была против контактов со мной. Он там по месяцу, даже больше, значит, не приходил. Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире. Во взрослой жизни Дмитрию доведется задавать их самому себе, чтобы понять и принять выбор родителей. Но в детстве он был просто рад, что осталась возможность общаться с папой. Позднее при получении паспорта Харатьян попросил записать себя армянином. Сегодня актер с гордостью рассказывает, что их с отцом фамилия происходит от древнего армянского рода. Харатьян – это же армянская фамилия. Харат. Оказывается, не Харат, а Храт. А Храт – это советчик, советник. Человек, который дает мудрые, правильные, важные очень советы. Три национальности в Диме. Я наполовину русская, наполовину полячка. А отец наполовину русский, наполовину армянин. То есть у него половина русского и по четверти армянской и польской крови. Поразительно! Казанова. Возможно, и его темперамент, и влюбчивость – это влияние армянской крови. Дима женился рано, в 19 лет. Женой стала студентка театрального Марина Буримова. И это имя – одно из странных совпадений, которые преследуют Харатьяна по жизни. Да, и тоже Владимировна. Ну, вот тогда, и у нас даже дни рождения рядышком. Как-то вот так получилось. Родители события восприняли без восторга. Особенно мама. И он говорит, мам, ты знаешь, ей нет, где жить, у нее есть общежитие, но в общежитии же жить невозможно. Пусть она у нас поживет. Так, знаешь, запросто. Ну, что маме делать? Папы нет, мама же не будет драться и выбрасывать ее. Но пришлось смириться. Ни мама, ни папа не верили, что брак был заключен по любви. Он сам понял, что он ошибся. Ведь главным мотивом того, что он на ней женился, было желание ей помочь. И пошел даже на такой крайний. Большинство людей в таких обстоятельствах, даже желая, не идут на такие крайние шаги. А вот он так поступил. В этом союзе самым счастливым моментом было рождение дочери Саши. Она не только появилась на свет 21 января, в один день с отцом, но и похожа на него характером. Я благодарна за то, что он такой, какой он есть, и за то, что во мне всегда есть тот кусок его, я в этот кусок всегда чувствую этот стержень и какое-то творческое начало. Саша родилась год спустя после выхода на экраны фильма «Зеленый фургон», ставшего культовым. А ее папа, безумно популярный артист, в этот момент служил в армии. Меня привезли, побрили, все раздели. Понимаю, что пропадаю я. Ну и идет лейтенант, у него в петлицах здесь лира. Танцоры есть, музыканты есть. Да на чем вы играете? Я говорю, я артист. И он говорит, ну-ка, ну-ка, взял личное дело, ну там театральное училище, там роли. О, все, так. И мы вот так вот вдвоем с ним через, из этого железнодорожного поехали на электричке, потом в Москву, значит, на метро, и доехали до этой ВЧ-5103 на Ярославском шоссе. За несколько лет до службы в армии в жизни Харатиана состоялось еще одно очень важное знакомство. На съемках фильма «Фотографии на стене» его взял под свое крыло режиссер Анатолий Васильев. Я попросил Диму опять песню «Охуджавы». Пришел, спел, и для меня было все решено. То есть дальше больше я не искал уже. Это быстро было сделано. Анатолий Васильев сыграл значительную роль в судьбе Димы Харатиана. Целый год жизни, можно сказать, вот он таким был для меня, что ли, отцом даже. В 17 лет я решил поступать в театральное училище благодаря ему, потому что он меня просто увлек этой профессией. Если Меньшов меня открыл кинематографу, да, и просто подарил первую роль, он мой первый учитель, то вот такое сформулированное желание стать артистом, конечно, вот у меня появилось после работы на фильм «Фотографии на стене». Дмитрий поступает в Щепкинское училище. Там он знакомится с первой женой. Но к тихому семейному очагу еще явно не готов. Молодой, красивый актер постоянно окружен вниманием. И это накладывает свой отпечаток. От желающих выпить с ним нет отбоя. Я помню какого-то товарища, появившегося из Молдавии. Какие-то военные, какие-то люди с Урала. Черт знает кто. И все же шли с подарками, а выпивка это была просто таким, ну, неотъемлемым атрибутом всего этого. Пили много. В тот момент армия помогла Диме сохранить себя. На некоторое время он оказался вдали от привычных условий жизни, от кино и банкетов. Пришлось забыть про алкоголь и научиться выживать. В армии появились и сила воли, и мужество, и настойчивость. Те черты характера, которые в дальнейшем ему очень пригодились. Там есть некая иерархия, мы все это прекрасно понимаем. И неважно, там, твои предыдущие заслуги на гражданке, кем ты был, что ты есть. В свои 24 года, когда мной командовали 18-летние ребята, вчерашние школьники. Понятное дело, что, как известного артиста, они, так сказать, они командуют мной. Это же приятное, это, так сказать, такое самоутверждение, амбиции и так далее. После службы испытание характера Харатиана на прочность продолжилось. Он развелся с первой женой Мариной Буримовой. Даже рождение дочери Саши не спасло этот брак. Супруги сами поняли, что отношения исчерпали себя и решили разойтись. Саша чудо, да, я ее очень люблю. Мы с ней подружки, мы с ней болтаем на любые темы. Очень хорошая, она мудрая девочка, она все понимает. Наверное, судьба распорядилась тогда правильно. Ведь главную Марину, любовь всей своей жизни, ему предстояло встретить позже. И вот этот момент, Дима, повернулся ко мне и очень широко улыбнулся. И вот такое, знаете, солнце. Это было такое ощущение какого-то... Вы знаете, вот есть правильное выражение, ослепительная улыбка. Вот это была она. И я поняла, что что-то во мне вот такое застряло. Стрела! Точно! Попала мне в сердце. Я же еще думаю, сделаю. Их встреча произошла в Одессе в мае 89-го. Марина снималась там у Александра Зельдовича в фильме «Закат». А Дима Угайдая в комедии «Операция. Кооперация». Поначалу мы, в общем, не очень-то друг другу понравились. Он не произвел на меня впечатлений. Да, симпатичный молодой человек, актер, известный актер. Блондин с голубыми глазами. Да, мне нравились и такие типажи тоже. Но так, чтобы, ах, любви с первого взгляда совершенно не было. Они просто подружились. Иногда пересекались случайно. Идя к морю, разговаривали о чем-то. Просто симпатия. Просто дружба. Потом мы еще очень долго дружили. Вот, и через много, там, большое количество времени мы только уже решили жить вместе. Ну, вот эта вот улыбка, она была роковой. Эта встреча действительно была словно прописана кем-то на небесах. И сегодня, спустя 30 лет совместной жизни, Марина отмечает, все было не просто так. Судьба словно свела их вместе. Народ, смотрите, как надо понимать, а любить друг друга. Старик, как 30 лет мы занимаемся. Как стариками целуются. Как стариками, да. Ой, скоро нам уже 70-е пошло. У меня уже тысячи. Старуха. Что? Ну, давай поцелимся. Пристрастие к алкоголю и Дима, и Марина называют болезнь. И эта болезнь сильно влияла на жизнь и на работу. Когда Светлана Дружинина задумалась снимать свою эпопею про гардемаринов, многие предупреждали ее о том, что с харатьяном связываться опасно. Может запить и сорвать съемки. Но она рискнула. Далее, здесь у нас появляется странная ломба. Второй раз убью уже, подавликан. Да, меня предупреждали, что вы берете харатьяна, это очень опасно. Нет. Все четыре картины, все четыре фильма, он был идеален. Вот эта мушка... Дорогого стоит. Харатьян стал для Светланы Дружининой блестящим выбором. Она выделяла его из всего актерского состава за особые качества. Ответственность, доверчивость и скорость. Когда говорится о скорости, это самая главная мгновенная реакция мысли. Он принимает решение мгновенно. Для него... Нет, я подумаю, я отвечу вам завтра. Харать! Ну, Лёшка! А теперь вперёд! Вперёд! Там есть эпизод маленький, но очень конкретный и очень точно говорящий о Диме и вообще о том, как мы снимали. Сбежав из навигаторской школы, он попадает через болото, через леса и выходит на охотничий домик Петра, царский домик Петра. Вот мы всё думали, всё же денег мало, где и как это всё снимать. Это же надо вообще искать фактуры, ещё что-то. И всё это было на быстрых скоростях. Болото искали на ходу, недалеко от Москвы, в Тверской области. Киносъёмочная машина неслась по шоссе, когда режиссёр увидел что-то более-менее подходящее. Я говорю, стоп! Мы проехали чуть дальше, говорю, всё, сейчас здесь всю секунду, должен прыгать хоратьяш. Даже если бы им в пиявке, даже если бы там, я не знаю, анаконные драконы ползали, он всё равно бы это всё сделал. Алёшка! Господи, откуда ты здесь взялся? Здесь ведь только одни звери бродят. Дружинина относилась к Дмитрию хоратьяну по-особенному. И это обстоятельство, конечно, задевало других участников проекта. Пива? Гардемарины. Лёшка, а ты что такой мрачный? Домой хочу. Надоело всё. И, воспользовавшись его слабостью, в самый последний съёмочный день в гостинице они жили вместе. Они его напоили. В любом случае, когда мы пришли в эту комнату, она была в неприличном разоре, красноречивом, явно совершенно, так сказать, выстроены. Этот был позор выстроен. Последний съёмочный день был не из лёгких. Планировалось снять сцену с лошадьми. И Хратиан, хоть и был не в форме, не стал отказываться от задания режиссёра. Дима вообще боится лошадей. Но если вы посмотрите, скачь на них как бог. Съёмки чуть не закончились трагически. Лошадь, почуяв запах алкоголя, скинула наездника и чудом не растоптала его. Сцену доснимали с другим издаком. Никто не знает, что в костюме Алёши Корсака в этой сцене снялась женщина, хозяйка лошадей. Скорость – так назывался один из фильмов, где Хратиан сыграл главную роль. Скорость – то самое качество, которое сопровождает его по жизни. Вот эта вот скорость, у нас скорость желания мгновенно решить задачу и сделать её достойной. Вот это вот дива. Ау, Григорий Иванович. Поехали. Дима просто не может делать что-то медленно. Скорость – это его суть. Бегу, 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 долго бегу. В марафон, потому что... Но в этой гонке случались вынужденные остановки, виновником которых был он сам. В 33 года в жизни актера наступил очередной кризис. С 33 лет, кстати, понимая, что в это время я вдруг осознал, что я уже начинаю разрушаться. И это настолько стало очевидным, что я уже не могу без сна, что если я выпиваю, то мне потом тяжело и плохо, много дней подряд. Жена очень помогала Марину в этих ситуациях, очень поддерживала. Близкие, родственники, друзья, безусловно, врачи. Марина стала мне помогать. Мы его вытаскивали, как могли. И долго, лет 10 это все происходило. Была куча врачей, куча невологов, и куча всяких метод там была, куча денег. Но все усилия родных впустую. Он снова срывается, садится за руль пьяным. Что спасло его тогда? Нам позвонили друзья, попросили подъехать на Рублевку, к этому месту аварии. И в каком состоянии Димка просто тогда был. И было страшно. Словно демоны вьются над его головой, сбиваясь с толку, не давая развиваться. Георгий Мильч пригласил меня на пробы фильма «Узник замка Ив». Я был не в форме, и я их провалил. И мне нечего было показывать кодсовета, потому что это нельзя было показывать. Это было очень... Очень неудачно. И выпивали, и гуляли, и что только не было, и что только не происходило. Но я так считаю, что всему свое время, и ничего я тут никаких Америк не открываю. Все гуляли, все зажигали, и главное, кто как из этого боя вышел. Харатьян из этого боя вышел достойно. Долг, честь, достоинство. По прихоти судьбы, персонажи, которых Харатьяну довелось играть, всегда обладали всеми этими качествами. Дмитрий легко вживался в эти роли. Они для него были органичны. Он, конечно, невероятный романтик. И романтик во всем. И те роли, которые он играет, и то, куда он стремится. Мне кажется, что то, как он себя ассоциирует. Может быть, я ошибаюсь, но это главная романтизм. Он, конечно, романтический герой, которых очень мало в жизни. Все правильно. Человек предполагает, а Господь располагает. Значит, это судьба. Отлично. У него какое-то гипертрофированное чувство справедливости. И, понимаете, Дима, если дружит, то он дружит. Умение дружить и дорожить дружбой – редкое качество по нынешним временам. Но именно оно главное у Харатьяна. Все знают, он всегда придет на помощь. Всегда. Даже если это невозможно. Красногорская школа номер 9 отмечает юбилей – 55 лет. Поздравить приехали звездные выпускники. Как и прежде, школьный ансамбль на сцене почти в том же составе. Можно говорить, нас снимают на видео. Давайте, 34, ура! 34! Ура! С юбилеем! С юбилеем! С юбилеем! Как и 40 с лишним лет назад, они снова школьники. И среди школьников. И, кажется, почти не изменились. Они абсолютные мальчишки. Они хулиганят. Причем хулиганят они с огромным удовольствием. Иногда они музицируют у нас. И это трындец. Ой, извините, пожалуйста. Это конец света. Это дом ходуном. Это громкость на полную мощность. В общем, абсолютные пацаны. И никакой возраст им не помеха. Мне очень нравится. Если меня будут спрашивать... Уехал на операцию! Дмитрий Харатьян поет всю жизнь. Но на экране впервые запел в фильме «Зеленый фургон» режиссера Александра Павловского. Эта картина для Харатьяна знаковая. Мне его показали. Режиссер показал на фильме «Зеленый фургон», ставший одним из его таких бенефисов в жизни. Когда он сам спел две песни. Такие, я бы сказал, рок-н-ролльные две баллады. Одна медленная, а другая быстрая. И с тех пор я в него поверил и вижу, что да, он певец. Не занесет февраль, не занесет февраль твой буйный зной и бешеные краски. Романтика Володя Патрикеева в исполнении Харатьяна зрители полюбили сразу. Фильм имел ошеломляющий успех. Спустя 35 лет было решено снять продолжение. Тебе какой глаз на завтра оставить? Правый или левый? Выбирай. Второй раз спрашивать не буду. «Зеленый фургон» – совсем другая история. Харатьян играет повзрослевшего Володю Патрикеева, который прошел тяжелые жизненные уроки, но остался таким же неисправимым романтиком и детективом в придачу. Частным детективом Харатьян в кино уже когда-то был. Такую роль в комедии «Операция-кооперация» ему в 1989 году предложил сам Леонид Гайдай. Побейте, пожалуйста. Если бы Дима отказался играть в этом фильме, то так и не познакомился бы с той, кто стала для него любимой, дорогой, единственной. Чего только не было в их жизни. Даже расставания. Мы очень весело живем. У нас вот этих ухождений, у меня было, у меня чемодан собирался каждую неделю. Ну, был вот самый тяжелый момент, когда все опять, значит, все, я уезжаю. Где-то около месяца мы не звонили друг другу. Вот эти 25 дней, я как сейчас помню, вот это было тяжело. 25 дней молчания. Она думала, это все, разрыв. За Мариной начал ухаживать другой мужчина, иностранец. Когда в их доме раздался междугородний звонок, Марины дома не было. Трубку сняла мама. Ну, звонок, кто может звонить? Дима уже не позвонит. Все. Все, мы уже расстались. И она берет эту трубку. Алло, Андре! Здравствуйте, Галина Петровна. А я где-то была, значит, во дворе, что-то я там. Мама несется в тапочках с четвертого этажа, со слезами на глазах. Марина, прости. Ну, вот так. Вот такая история. Ну, в общем, Дима первый позвонил, и я стала собирать чемоданы. Аварии в их жизни тоже случались. Еще в самом начале отношений Харатьян, желая впечатлить любимую, потратил весь гонорар на подержанную иномарку. Из Одессы он повез свою красавицу в Красногорск. И, конечно же, он не ехал, а летел на большой скорости. Он не может иначе. Между прочим, у меня не так много аварий было в жизни. Самая первая, на самой первой машине, когда мы перевернулись, действительно, я еще был неопытным водителем. Из-за папироса, которая попала в салон, и попала в голову, в волосы Марине, я начал тушить, и оказалось, что мы уже в кювете наполовину пришлось выруливать. И вместо того, чтобы, значит, спокойно просто остановиться в этом кювете, я начал вверх выезжать на скорости. И вот мы перевернулись прямо на крышу. Слава Богу, все живы, здоровы. Марина сегодня главная в его жизни. Но женился Харатьян не сразу. Потребовалось долгих шесть лет, чтобы он, наконец, сделал ей предложение руки и сердца. Слушайте, я ему не дала нормально, свободно прожить. Понимаете, он развелся с первой супругой. Год он, он только вкусил это счастье, значит, свободной жизни. И тут на тебе. Еще одна Марина. Ты женишься, и у нас снова будет большая дружная семья. И когда они познакомились, и она появилась в Москве, иногда Дима позволял себе быть не очень внимательным. Я ему грозилась. Смотри, я уведу Маринку к себе. Она будет моей невесткой. Дмитрий и предполагать не мог, что Марина обладает таким терпением, и ее любовь может выдержать страшные испытания. Это такая мощная стена при всей хрупкости. И я не знаю, из какого драгоценного металла сделана эта женщина, поэтому ему название еще пока не придумали. Мне так кажется. 37 лет. Очередной серьезный кризис в жизни Харатьяна. На экране он улыбчив, энергичен и счастлив. В реальной жизни он уже не может противостоять своим демонам. Они буквально рвут его изнутри. Сам факт того, что Дима боролся с этой болезнью, то есть любыми способами, и там разные методики были, и методы, это уже говорит о том, что человек хотел избавиться от этой проблемы. Жизнь на больших оборотах и высокой скорости. Отсутствие чувства меры в своих стремлениях и пристрастиях привели его к депрессии. По его собственному признанию, ему не хотелось вообще ничего, ни кого-либо видеть, ни что-либо делать. Как все это выдержала Марина? Ну, знаете, как мы женщины, мы же такие вот артруистские. Я смогу, я помогу, а потом раз и не получается. Все равно я смогу, я буду опять не получать. И у десятой руки опустятся. Это да. Но я же не десятая, я первая. Меня не опустили. Домой! Именно в этот период Харатиан сыграет в фильме Гарика Сукачева, который так и назывался «Кризис среднего возраста». И снова роль, по сути, себя самого. Жизнь снова переплетется с кино, а реальность с ролью. Не нужен меня. За тебя. Наступил период терзаний и сомнений, несыгранных ролей, несбывшихся надежд и трагических потерь. В начале 90-х Харатиан получает серьезные предложения от солидных ведущих театров. Малый, Театр Маяковского, МХАТ, Сатирикон. Мечта любого актера. Но все предложения он почему-то отверг. Я был не готов. Я, наверное, боялся того, что может не получиться. Юрий Михайлович Соломин, он мне предлагал сыграть Серано Деберджак, его роль, которую он 20 лет играл в Малом театре. И когда была премьера, презентация, он подошел ко мне и говорит, ну что, ну ты сдрейфил, скажи, ну что, честно скажи, вот что-то почему ты тогда? Я ему говорю, ну конечно сдрейфил, ну конечно сдрейфил. Сведем счеты с жизнью. Какой здесь этаж? Пятый. Он был востребован тогда, когда другие талантливые актеры от безысходности уходили в бизнес, спивались без единой роли. Внутренняя дисгармония, перенапряжение, слишком пристальное внимание вызывали приступы острой хандры. В такие моменты спасали друзья. Я думаю, что как раз вся вот эта наша команда-компания, если можно ее назвать такой большой компанией, мы и держимся сейчас, и в частности Дима, конечно, благодаря этому разгильдяйству, в хорошем смысле слова, которое было заложено в детстве. И это очень сильно помогает жить нынче. Они собирались вместе, повзрослевшие и создавшие свои семьи, девчонки и мальчишки из пионерского лагеря «Метеор». Та же банда родом из детства. Все изменилось 27 февраля 2000-го. В тот день не стало Марины Левтовой. Этот ночной звонок харатьяны помнят до сих пор. Я помню, что Дима быстро ушел в туалетную комнату, закрыл дверь, и оттуда я слышала, как он расплакался. Вот я прям на взрыв. Я никогда не видела, не слышала, что Дима вот так плакал. Что в тот день осознал Дмитрий Харатьян? Что жизнь может прерваться в любой момент? Что в ней есть страшное слово «никогда», «никогда больше». Как оправиться от потери? Где найти утешение? Любовь и поддержка семьи помогли Дмитрию. Любовь – это большой труд. Бывают серьезные испытания. И если ты не будешь над собой трудиться, а психологический труд – это всегда сложно, то ты не сможешь сохранить вот то светлое, что было вначале. В жизни Дмитрия и Марины 22 года назад произошло событие, сравнимое с самой лучшей сказкой. Марина была уже на позднем сроке беременности, когда Харатьяну пришлось уехать на гастроли. Новость о рождении сына сообщили в тот момент, когда он находился на сцене. Шел спектакль «Нина». Фраза, которая там «Понимаешь, Нина? Я тебя люблю». Он ее так играл. «Понимаешь, Нина, я?» Пауза движения по сцене. «Тебя?» Пауза по сцене движения. И все смотрят, значит, на него. «Лю-блю». Все сошлось в одной точке. Все пережитые сомнения и кризисы словно переплавились внутри в какую-то новую, иную породу. Дмитрий резко изменил свою жизнь. Просто взял и остановился. Сам. «Если мы говорим про алкоголь, например, то я чего только не делал. Какие только методы и способы я на себе не испытал, чтобы остановить это. И в результате я остановился абсолютно сам, без всяких дополнительных стимулов. Все события его жизни и сейчас происходят на скорости. Пауз нет. Он сам себе директор и администратор. Постоянно где-то снимается, выступает, поет, учит. Генда российского кино Дмитрий Харатиев. Ты иногда смотришь на него и думаешь, ну, этот опыт у тебя откуда? Ну, понимаем, что ты киноактер, ты поющий артист, ты наследник вот этой потрясающей золотой школы актерской советского кино. Это все да, но вот это, управлять десятками тысяч человек, быть с ними на одной волне, на одной ноте, конечно, ну, что тут греха таить, это мало кому доступно. Это нужно уметь. Он занят в телепроектах, снимает кино, играет в театре, проводит фестивали. Много времени отдает детям. Вместе с Мариной они открыли школу гардемаринов. Он художественный руководитель. Марина хозяйка и директор. У меня родители мамой называют. Наша мамочка. Хотите меня позиционировать как мама, я рада. То есть я их там могу плечить, могу там под затыльник треснуть. Ну, в хорошем смысле, когда балуются. Все знают, Харатьян Гардемарин. Эта роль словно придумана для него самой жизни. Рыцарь без страха и упреков. Надежный друг, открытый сердцем человек, для которого, главное, была бы честь. О ком это? О гардемарине Леши Корсаке или о самом Харатьяне? И если спрашивать, надоело ли мне быть гардемарином, то мне это не надоело и не может надоеть, потому что это и есть жизнь. Потому что в этом образе заключен главный смысл всего, что составляет для меня ценность жизни. Так уж получилось, конечно же, случайно, что именно в образе Алеши Корсака для Харатьяна все совпало. И внутреннее, и внешнее. И реальность, и кино. В новом фильме Светланы Дружининой герой Дмитрия сражается плечом к плечу со своим сыном. Харатьян, что ты хочешь сказать? Дима, что? Он готов. Все готов. Я не слышал. Внимание, приготовьтесь к съемке. И в этом движении, конечно же, принимает кто. Но самый первый гардемаринец и гардемарин Леша Корсак с родинкой и его сын. Ты что хочешь, Пань? Я сыграть эту песню хочу. Ну, молодец, правильно. И в реальной жизни гардемарину Харатьяну во всем помогает его сын Иван, который удивительно похож и на маму, и на папу. Не чувствую я, что вот я сын известного отца. Бывают какие-то редкие моменты, когда он приглашает меня на свое выступление, когда меня прям гордость разбирает. Я такой, о, вот я правда, вот я его сын. Очень мне приятно это ощущать. В сыне очень много от отца. Он музыкален, играет на ударных, пишет песни, монтирует, учится на режиссера во ВГИКе. Мой брат, он мой, ну как, получается, что единственный брат. Он был таким маленьким-маленьким очень долго. И тут вроде раз такой дядька случился с бородой, с рыжей, серьезный, вот, и как-то так прям о серьезных вещах говорит. Поэтому, да, близкий мне человек Иван, и я его очень люблю. Если умение любить это качество, которое передается по наследству, то Дмитрию Харатьяну удалось воплотить это в своей семье в полной мере. Мы будем счастливы благодаря снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает, на веки вечные мы все теперь в обнимку. И улыбаемся, и птичка полетает. Старюха. Что? Ну давай, поцелем. И зубы выпали, че. У меня ничего не выпадает, у меня все на месте, народ. Не знаю, у нее тоже, это она кокетничает. Да. Сама выглядит на 28, половина и 7 лет и кокетничает. Ну ты тоже старичок, мне что, сохранился? Похоже, он действительно ни в чем не знает меры. Особенно это касается любви. Любви к Марине, чудесным детям, родителям, друзьям, профессии, музыке. Всему этому Харатьян отдается полностью. Он благодарен судьбе за все, и за хорошее, и за плохое. Это его формула гармонии. И судя по тому, с каким зарядом молодости, вдохновения и юмора он идет по жизни, формула эта верна на все 100%. Дим, ты меня раздавишь сейчас. Я вообще не касаюсь. Смотрите, я парю, а она говорит, раздавишь. Он крылья, крылья распустил тут. Орел, орел, орел. В общем, я вам желаю, чтобы все у всех всегда и... И надолго. И навсегда. Чтобы все всегда и навсегда. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова